Это такое явление, которое знакомо каждому. В общем-то, иначе бы вы не смотрели этот видеоролик. Каждое живое существо, включая даже нас с вами как людей, запрограммировано матушкой природой режим сохранения энергии. Это абсолютно естественное состояние человека. Доброе время, здравствуйте! С вами коуч-психолог и писатель Ильдар Ильясович Зинуров. Я специализируюсь на отношениях человека с самим собой и другими людьми. Ко мне обращаются, как правило, не в самые лучшие моменты своей жизни. А тогда, когда жить по-старому не хочется, а как жить по-новому, непонятно. Одна из самых распространенных проблем, с которой ко мне приходят люди, это прокрастинация. Если верить авторам многочисленных тренингов, курсов и книг, прокрастинация – это бич современного человечества. Ну и что греха таить, у меня у самого есть два вебинара, где я рассказываю об этом. Прокрастинация, то бишь бесконечное откладывание начала важных дел и заполнение своего дня, недели, месяца, года жизни бесполезной ерундой – это такое явление, которое знакомо каждому. В общем-то, иначе бы вы не смотрели этот видеоролик. Не переживайте, в этом видеоролике я не буду пересказывать других, я не буду пересказывать свои тренинги, я вам дам то, что вы не узнаете больше нигде. И дам вам простейший способ борьбы с прокрастинацией. Начнем с того, что если мы определяем прокрастинацию как бесконечное откладывание начала важных дел, реже – продолжение или завершение, и учитывая то, насколько она распространена, посмотрите, как много запросов в интернете, как много людей ищут способы борьбы с прокрастинацией. И ведь эти поиски идут уже не первый год, а лекарства до сих пор не найдены. Не задумывались, почему? Даже если прямо сейчас вы не прокрастинируете, смотря этот ролик, наверняка вы знаете, что такое прокрастинация, особенно если были студентом или работали на работе. Или даже пытались создать свой бизнес, или начать отношения, выйти замуж, найти себе девушку и так далее. Прокрастинация проявляется везде. Что если я вам скажу, что прокрастинация, то есть откладывание начала дел до бесконечности, это абсолютно естественное состояние человека. Еще раз подчеркну, прокрастинация – это твое естественное состояние. Каждое живое существо, включая даже нас с вами, как людей, запрограммировано матушкой природой через эволюцию на режим сохранения энергии. Иными словами, мы не настроены на успехи и подвиги. Впрочем, об этом я сниму как-нибудь отдельное видео. И самая суть прокрастинации заключается в том, что если вы чего-то не начинаете, если вы что-то откладываете, то это потому, что у вас нет причины прямо сейчас это начинать. И есть возможность это отложить. Все очень просто. Человек, любой человек, я, ты, все остальные, если что-то и делает, то делает только в том случае, если у него есть причина это делать. Или ряд причин. Без причины ничего не происходит. Не бывает просто разговоров. Все разговоры к чему-то должны вести. И если ты в разговоре не имеешь цели, возможно, цель имеет твой собеседник. Если есть причина что-то делать, мы это делаем. При условии, если отсутствуют причины этого не делать. Мир ведь он не черно-белый, он чуть более сложный. Бывает, есть причина пойти к Маше, потому что я ее люблю. Но есть причина к ней также не ходить, потому что ее муж против. Таких примеров, я думаю, вы можете сами придумать сотни, если не тысячи. Так вот, вернемся к прокрастинации. Все достаточно просто. Можно, конечно, разложить разные виды прокрастинации по их причинам. Например, кто-то прокрастинирует, потому что перфекционист. У кого-то есть реальные проблемы с недостатком энергии. Например, из-за физического или морального состояния. Иногда мы не начинаем дело А, потому что у нас горит дело Б. Причин таких вариаций, видов их немало. Об этом действительно можно написать не одну книгу. И именно выяснением конкретного набора причин конкретного человека мы занимаемся с человеком в консультации, если мы решаем проблему прокрастинации с ним. Но вы сами поймите, что если мы чего-то не делаем, если ты чего-то не делаешь, значит всего две причины. Одна из двух или две сразу. У тебя нет причины делать это прямо сейчас. Или у тебя есть причина не делать этого прямо сейчас. И я вам сейчас еще больше упрощу понимание. В девяти случаях из десяти, если вы прокрастинируете, у вас нет причины начинать дело прямо сейчас. То есть вы ничего не потеряете, если не начнете делать это сейчас. Те, кто, например, так годами пытаются создать бизнес и не начинают создание бизнеса, они откладывают важные шаги в этом направлении, потому что подспудно понимают, что, в общем-то, бизнесмены, они не очень будут успешны. И нет причины, как можно скорее убедиться в этом на практике. Жестокая, но правда. Подсознательно мы знаем гораздо больше, чем мы хотим признавать сознательно. Потому что многие вещи, которые мы откладываем, мы откладываем по причине того, что мы боимся разочароваться в себе. То есть есть причина страх. Страх успеха или страх неудачи. Нас одновременно пугает и то, и это. И это тоже может быть причиной нашей прокрастинации. Вашей, твоей прокрастинации. В общем, причин может быть много, но самое главное поймите. Если есть прокрастинация, значит, есть причина. А причина прокрастинации – это отсутствие причины делать что-либо прямо сейчас. Или присутствие причины не делать этого прямо сейчас. Просто подумайте в этом направлении и проведите небольшую практику. Например, вы что-то давно откладываете. Возьмите листочек бумаги, разделите его пополам и напишите с одной стороны «Мои причины начать это прямо сейчас». С другой стороны напишите «Мои причины не начинать это прямо сейчас». И просто запишите все, что придет вам в голову. А если вы очень сильно загружены и перегружены всякого рода эзотерикой и прочей необоснованной мотивацией, то, возможно, вы будете писать всякую чушь в виде того, что если причина начать прямо сейчас, чтобы не терять бесценное время жизни. Это все общие слова, они никаких реальных дел, на реальные дела не влияют. Причина всегда конкретная. Вот был у меня клиент в консультации, неважно из какого города. У него была проблема, как он сам считал, он каждый день опаздывал на работу и хотел эту проблему решить. То есть, прокрастинировал до последнего и в итоге всегда опаздывал. И опаздывал не на минуту, не на две, а всегда на час, на полтора. И так продолжалось не один год. В процессе работы с ним мы в итоге выяснили, что его опоздания совершенно никаких последствий для него не несут. То есть, нет никакой причины ему приходить на работу вовремя. Потому что на работе он на хорошем счету, должность у него руководящая, если он будет приходить вовремя, больше денег он получать не станет, карьера его не продвинется. Так какой смысл приходить на работу к восьми, когда можно приходить на работу к девяти тридцати? Свободные полтора часа посвящать тому, что нравится. Играть в игрушки, читать книжки, кушать вкусную еду и так далее. Причины, они всегда реальны, они всегда приземлены. Они не лежат где-то в сфере духовного. Если в сфере духовного вы находите реальные причины своей прокрастинации, то вы, скорее всего, себя очень сильно обманываете. Реальные причины реальных дел и реального бездействия, они всегда приземлены. То есть, что будет, если я не выложу этот ролик вот сегодня? Да ничего не будет. Поэтому я понятия не имею, когда мы выложим этот ролик. Записываем мы его в какое сегодня число? Второе ноября. В общем, свожу воедино все, что говорил до этого раньше. Прокрастинация абсолютно естественна, потому что для нас абсолютно естественно не тратить энергию тогда, когда можно ее не тратить. Поэтому, если нет причины начинать какое-либо дело, мы не будем его начинать. и откладывать до последнего момента совершенно естественная тактика абсолютно всех живых существ. Не существует в природе никакой дисциплины. Это противоестественно. Можно быть более эффективным, можно быть более успешным, можно не победить прокрастинацию, но встроить ее в свою жизнь, так, чтобы она не мешала. Но пытаться ее победить, это все равно, что пытаться побороть свою биологию. Хакнуть мозг, там, не знаю, сделать себе лоботомию. Бесполезное, пустое занятие. Никто никогда еще не смог никому встроить дисциплину. Всегда все делали, делают и будут делать в последний момент. Но мы можем управлять своим субъективным представлением о том, какой момент последний. Мы можем найти причины делать что-либо прямо сейчас, либо не делать вообще никогда, и тогда мы хороним проект и больше о нем никогда не вспоминаем. Ну, об этом я рассказывал на марафоне личных достижений. Так, ненавязчиво, могу, прорекламировал. Отдельно хочу пояснить, почему прокрастинация доставляет столько дискомфорта. Дело в том, что мы сейчас живем в эпоху высоких скоростей, в эпоху культа успеха. То есть, если ты за день не закрыл 40 проектов, то ты все, конченый человек. Если ты там не в стартапах, то ууу, кошмар, кошмар. То есть, мы ждем сами от себя высокой эффективности и связываем эту высокую эффективность со своими будущими успехами. И как мы понимаем, успешны мы или нет, прямо сейчас, а тем, сколько дел мы начали, продвинули или завершили. Ну и если мы ждем от себя каких-то действий, а вместо них получаем откладывание этих действий, пусть даже и по уважительным причинам, то все равно вечером, вспоминая прошедший день, мы понимаем, что уважительные причины были не такие уж и уважительные. и мы могли сделать то, что отложили и что не сделали или не доделали. И в этот момент возникает дискомфорт, который объясняется чувством вины, потому что ты себя не обманешь. Ты знаешь, что ты мог сделать, и ты знаешь, что ты не сделал. Но про чувство вины это надо снимать отдельный ролик. Вернемся к прокрастинации. Итак, если причины делать у вас есть, то и действия у вас будут. Если же действий нет, значит, либо причин действовать нет, либо вы их не осознаете. Поэтому будьте в первую очередь осознаны, примените ту практику, которую я вам давал в середине этого видеоролика. Если вам не лень, поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, напишите, что вы об этом думаете, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, отправьте этот видеоролик кому-то, кому он будет полезен, например, тому, кто страдает от прокрастинации. Ну и если будет нужна личная помощь онлайн, анонимно, мой сайт zenurov.ru обращайтесь, буду рад вам помочь. Всего вам доброго, будьте успешны, несмотря ни на что и вопреки всему. Субтитры сделал DimaTorzok, спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,